В Таиланде завершился международный кубок по тяжелой атлетике. Это квалификационный турнир для набора рейтинга на Олимпийские игры в Токио-2020. С нового года отбор в этом виде спорта проводится по новой системе. В весовой категории до 55 килограммов за сборную Украины выступала представительница Харьковской области Мария Гангора. Она завоевала бронзовую медаль. Здравствуйте, это спортивный интерес. Только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе «Легкая атлетика» – большой эксклюзивный репортаж чемпионата Украины в Сумах. Водное поло. В Харькове состоялся третий тур мужской ватерпольной суперлиги. Вольная борьба – детский турнир зимней игры от спортивного клуба «Адреналин». Определен лучший спортсмен Харьковского училища физической культуры номер один за январь. Два года без Юрия Паяркова знаменитому волейболисту открыли памятный бюст. Другие события – недели с участием харьковских спортсменов. В Стамбуле состоялся зимний юниорский чемпионат Ассоциации Балканских Легкоатлетических Федераций. В беге на гладкие 60 метров в Харьковскую область в сборной Украины представляла Ева Подгородецкая. Ученица Марины Алексея Мельченко заняла второе место с результатом 7,68. Победительница израильтянки Дэн Филькенштейн она проиграла 6 сотых. Юлия Киселевская в финал не квалифицировалась, а на той же барьерной дистанции Ирина Панарина заняла пятое место. Каждый год в середине февраля практически все лучшие украинские легкоатлеты собираются в суммах на личный чемпионат страны, себя показать и других посмотреть. И в этот раз главный зимний старт для лидеров имел двойное значение. У кого нет выполнить нормативно чемпионат Европы, у кого есть занять призовое место для подтверждения путевки в Глазго. С обеими задачами одновременно справилась харьковская прыгунья с шестом Марина Килипко. Наедине с собой и золотой медалью в уме она осталась на отметке 4,40 метра, когда закончила киевлянка Яна Гладийчук. Причем эту высоту харьковчанка взяла нервно с третьей попытки. Зато квалификационные 4,50 подопечная Виктора Шевцова покорила сходу. Количество выступлений перешло в качество. Вообще не помню, чтобы Килипко пропускала сезоны. Это может быть, когда уже более высокий уровень будет выше, и то у нас в шесте пропускают сезоны, когда какая-то травма. Но мне бы не хотелось пока таких травм, за которых я буду пропускать сезон. Я знала, что мне надо сделать, и сегодня через силу заставляла себя это делать. Это надо было, если вы поймете меня, быстрее прокинуться, так как я в последнее время начала бояться чуть-чуть, рано прокидываться. И вот сегодня передо мной была такая задача – перебороть себя. Ну да, получилось. Чуть-чуть я довольна этим. Надо стремиться и дальше так делать, и надеюсь, будет выше результат. У прыгуна тройным Павла Безнеса норматива не было, и, как он признался после, не это было важно. Важна была борьба в секторе с давним недостойным соперником Александром Малосиловым из Донецкой области. Начали они плюс-минус одинаково, и так обменивались попытками средней дальности до пятой пробы. В ней Малосилов улетел на 16 метров 12 сантиметров, и на 4 сантиметра обошел ученика Алой Курочки. И прямо на глазах сработала пословица – ты не проиграл, пока у тебя остается попытка. Последний разгон Безнеса завершал соревнования в секторе, поэтому все зависело от самого прыгуна. Он дал 16.33 личный рекорд и подтверждение мастера. А квалификационные 16.50 попробуют взять в субботу на чемпионате Ассоциации Балканских стран в Стамбуле. Мне больше важна не победа, а просто, что, как говорится, кайфанул от самих соревнований, от атмосферы и от ребят. В целом все очень понравилось. Я первые три попытки соревновался сам с собой, потом уже понял, что это не получается немного. Ребята, ну, вижу, что Саша добавил, и это меня как бы завело, и начал уже заводиться, и публика помогла. И в целом, да, конечно, ребята заводят очень сильно. Когда вы слышите выражение «праздник спорта», но у вас скудное воображение, посмотрите чемпионат Украины в женской высоте. Уверяю, получите удовольствие. Внешняя красота и внутреннее напряжение делают девушек очаровательными до нельзя. Квалификационные 1.90 – это смешно для нынешнего состава украинского сектора, поэтому в Глазго ехали те, кто займет первые три места. Собственно, тройка определилась на высоте 1.93, которую не взяла Юлия Чумаченко, ныне представляющая Донецкую область. Остались киевлянки Юлия Левченко и Ирина Герашенко и харьковская прыгунья Екатерина Табашник, которую организаторы поместили на титульный баннер, как победительницу летнего чемпионата. Воспитаннице Леонида Переяславца все давалось легко, кроме 1.97. Эту отметку Катя взяла с третьей пробы. Борьба продолжилась, но стоять планка больше не могла. А от 97 прыгнули все три девушки и втроем поедут в Шотландию. Бронза досталась Табашник только по количеству попыток. Вот сегодня мне не хватило, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Многие факторы сопутствуют. Борьба, планка, понимание того, что первая тройка едет на чемпионат Европы. На что подготовки будешь отвечать? Наверное, больше на технический вид дуга. У меня дуга иногда выпадает. И с психикой будем работать. Голова прежде всего. Включать или отключать наоборот ее? Отключать. Либо включать в правильном направлении. В женском финале бега на 60 метров харьковское представительство было двойным. Алина Калистратова и Лейля Аджаметова. За киевлянкой Яной Качур им было не угнаться априори. А вот между собой и еще одной столичной бегуньей Марии Мокровой вполне. Калистратова проиграла соперницам старт. Главное движение в суперкоротком спринте. Но каким-то образом успела за 30 метров догнать кого могла и финишировать третий. Сама ученица Надежды и Валерия Бодровых давно говорит, что 60 не ее дистанция. И каждый раз стоит на подиуме. Обман? Не, я вас не обманываю. У меня правда проблемы со стартом. Ну, так как-то получается. Пытаюсь себя максимально настроить. И благодаря своему тренеру тоже как бы она меня настраивает, помогает мне. Ну, так иногда получается угадать старт. Иногда нет. Ну, в финале я бы не сказала, что я стартанула хорошо. Я проспала. Просто, ну, как бы у меня получается набегать. Поэтому, ну, по видео посмотрим. Мне кажется, просто я набежала. Поэтому так получилось. Как и в прошлом году, бронзовым призером в Пятиборье стала Ирина Рафебекетова. Но это две разные медали, несмотря на одинаковое их достоинство. Тогда ученица Валентина Исправникова и Юрия Огородника выступала впервые по-взрослым и намного отстала от первых призеров Алины Шух из Киевской области и Днепрянки Римы Гордиенко. Теперь же после удачного для себя в плане результатов командного первенства Украины постоянно держала соперниц в напряжении даже с претензией на золото. В частности, длину Ира выиграла с личным достижением – 6 метров 9 сантиметров. Очень подвел последний вид бег на 800, но и его результат еще оставлял надежду на первое в карьере серебро. Увы, бро – это не серебро. На пяти видах Рафебекетова проиграла Гордиенко всего ничего – три очка. Когда первый старт сразу по максимуму выступаешь, второй немножечко, конечно, проваливается. Но мы готовились к двум стартам и, в общем-то, во втором старте я набрала большую сумму, чем в первом. В первом, поэтому, в общем-то, я считаю, что нормально все прошло. Есть ощущение, что у тебя обидные три очка, ты играл на 800 материал? Ну, так и есть. Это не ощущение, это действительно правда. К сожалению, немножко надо было подумать головой, но уже что есть, то есть. А что надо на 800 думать головой? Бежать надо и все. Надо учитывать раскладку, учитывать свои силы. Я немножечко неправильно поступила, так что проиграла, конечно же, на 800. Кроме названных видов во взрослом зачете у нас еще две бронзы в длине. Ярослав Исоченков закончил с третьим результатом 7-60, как и Оксана Мартынова, у которой лучшая попытка была на 6-22, и это личник. Мужская эстафета, в составе которой бежали Дмитрий Бекулов, Виктор Голубев, Валентин Деравка и Кирилл Белашев, также финишировала с третьим временем. На протяжении двух дней Харьковская область была стабильна третьей в командном зачете, но укороченный третий день, как и в прошлом году, стал успешным для Донецкой области, которая потеснила нас на четвертую позицию. Мы, конечно, надеялись быть призерами, но получилось так, что мы сосредоточились все внимание на подготовку спортсменов, которые должны быть в составе сборной команды на попадание на Европейский зимний чемпионат в Лазву. Поэтому ставили задачу, главное, чтобы они выступили удачно. Ну, получилось действительно, что мы, те ожидания, которые у нас были, они у нас как раз и подтвердились. Молодежное первенство Харьковской области подкрепилось выполнением двух мастерских нормативов. Алексей Овчаренко первый год прыгает через взрослые метровые барьеры, пока не до конца привык к ним, но работу проделал немалую, а значит, хорошего результата был достоин. Во-первых, подопечный Геннадий Алозинского отобрался в финал с зубрами вида. Во-вторых, выбежал из мастерского норматива, у него 8.05. В-третьих, стал вторым в молодежном зачете, а из наших первым, потому что золото досталось турецкому парню. Запланирован был мастер спорта 8.10, это надо было бежать. А в плане работы набегали, вот и выбежали на 8.05. Чем дальше, тем лучше будет. Главное, тренироваться и хотеть. Разница большая, потому что на 110 больше выносливости надо. Тут не сработает только старт. Тут на 110 надо работать и со старта, и по дистанции, и на финише. На 60 легче, если ты в старт попал и по дистанции прошел, это уже хороший результат выйдет. А на 110 нам нужна выносливость, нужно работать и терпеть до конца. Толкатель ядра Артем Левченко – лучший спортсмен молодежной категории в Харьковской области по итогам прошлого года. И этот год он начал бодро, хотя первые попытки ученика Владимира Харуна в секторе оптимизма не внушали. Ясно, что взрослые 7 килограммов Левченко толкают недавно, но 16,5 и 3 креста – это все равно лишнее. Разметался будущий мастер к последним пробам. Сначала отправил снаряд под 18 метров, а потом и за. По молодежи это золото. Не ожидал результат. Честно, спонтанно вышло. Судя по своим последним попыткам, я даже не ожидал, что я толкнусь 17,5. Настроился я всегда для тренера, для всех, для друзей, для семьи. На командном чемпионате я толкал на мастера. Я разнервничался и толкнул 15,90. После этого я понял, что лучше толкать на результат, а там будет, что будет. И тут я же толкал чисто на результат. Также призерами молодежной категории стали прыгунья в длину Ирина Нерюбальщук, барьеристка Анастасия Черненко и шестовик Тарас Шевцов. Были виды, в которых взрослые и молодые менялись на подиуме местами, а были и такие, в которых все призеры были молоды и получили по две награды одной чеканки. Например, женский стипель ЧЕС. Харьковчанка Любовь Северьянова стартовала на взрослой дистанции впервые. Ярославу Ястреб из Киевской области она отпустила далековато, а вот за вторую позицию можно было бы побороться. Впрочем, как и приходилось отстаивать третью, на которой ученица Валерия Поливанова и финишировала. Я этих девочек знала, я с ними бежала на командном чемпионате Украины, бежала с ними, и я по первому старту посмотрела на них, какая у них сейчас подготовка, и бежала тройку сейчас с ними. Тяжело. Мне тройку не нравится бегать, и я через себя переступала, чтобы ее бежать. Северьянова, Подгородецкая и Татьяна Гомора шест отобрались на юниорский матч в Минске в конце февраля. Килипко и Табашник выступят на элитном чемпионате Европы в начале марта. В 12-м туре мужской волейбольной суперлиги Украины сборная Харьковской области Юрокадемия играла во Львове против местного баркома. Зачетных пунктов с выезда команда Владимира Романцова не привезла. В первый день харьковчане проиграли под ноль, во второй уступили со счетом 1-3. Хмельницкий новатор один балл взял в Виннице, поэтому сравнялся с Юрокадемией по количеству очков. По дополнительным показателям харьковчане остались на четвертом месте. Харьков принимал третий тур мужской ватерпольной суперлиги Украины. Хозяева занимают в ней непривычное третье место после львовского «Динамо» и тамошнего же училища физической культуры. Причина в сменах и на тренерском мостике, и в составе команды. После начала сезона, например, уехали за границу Александр Абрамов и Никита Апостол, но потом вернулись, пополнив количество игроков национальной команды в сборной Харьковской области. Очень вовремя, потому что сокращать отставание нужно. И такие бойцы в игре последнего дня против «Динамовцев» пригодились. «Апостол Абрамов» влились уже сегодня. Апостол Абрамов хорошо отыграл в защите на своем уровне, скажем так. Молодые игроки хорошо себя показали, например, Маймулин, Шмигель влились в коллектив, но не выпадали. Единственное, опять же, Маймулин сегодня имел две возможности, два раза мимо пробил. То есть, забить два гола уже была возможность и не выиграть у нас. Сама игра развивалась так. При том, что открыли счет гостей, вопреки ожиданиям, первый период выиграли харьковчане, а не в белом. 3-1. Дважды забивал Апостол. К большому перерыву Львов счет сравнял, затем развил успех, забив в итоге пять безответных мячей к ряду. В этой серии свою двушечку положил Александр Дядюра. С 3-6 харьковчане отыгрались после точных бросков Никиты Бажинова, опытного Вячеслава Скрипника и того же Апостола. В этот ответственный момент Денис Гусаков не реализовал пенальти. Соперники обменялись еще раз голами и дело шло к вполне логичной ничьей. Но за 4 секунды до конца харьковчане проиграли подбор и Дядюра принес своей команде победу со счетом 8-7. За рахунок дисциплини, за рахунок тактичних і за рахунок збалансованих командних дій, то у нас, я думаю, вийшло все і тому було краще. Це проявляється, коли фізична підготовка, вона, ну, видно її, і коли ти робиш, і йде гра, і різні елементи в тебе на повідпочивши, і коли нагрожені, виходяється по-різному. І тому, якщо це краще функціональне фізичне підготовлено, такі елементи максимально підвищені до найкращого виконання, навіть дача відпочивши. Пару слову возбитителю спокійстві о львовському ФК, яке осталось на второму місці после трех туров. Команда задумувалась, як смена динамовського составу, по этому Харькову вони, звісно, упираються більше, чем землякам. Але і в очних играх з львовянами у них є своя мотивація, місце то в составі основи треба завоєвати. І попутно медалі, хоча задачей для команди був выход в финальну четверку, а этого она вже добилась. На четвертом місці йдет Мариуполь, який в цьому турі очками так і не розжився. В Тель-Авиві прошел етап серии гран-при по борьбе дзюдо. Харьковську школу гибкого пути к победі в Ізраїле представлял Сергій Кривчач. В весовой категории до 81 кг он победил Влада Висану із Румынии, но проиграл в следующем круге двукратному чемпіону Європи, звізде ізраїльського дзюдо і будущему победителю турніра Саги Муки. Кривчач оказал достойное сопротивление опытному спортсмену, уступив оценку в Азарі, лишь в дополнительное время. О розвитии вольной борьбы в Харькові, говорят, многие делают единиці. Например, спортивний клуб «Адреналин» второй год подряд проводит детский турнір «Зимние игры». На сей раз приехали под две сотні участників із пяти областей України. Із Харьковської області помимо местних были борцы із Лозовой і Купенська. Помимо возрастних категорий участників разделили еще і по годам обучення. Во-первых, щоб призеров було більше, а в этом возрасте медаль – большая мотивация. Во-вторых, щоб не убити інтерес у желаючого заниматься, але ще малоподготовленного спортсмена. Почитали, що це може бути інтересно тренерам, які набирають разний возраст дітей, і не завжди вони достигають якогось об'єдненого опыта, щоб вже зразу выступати на сезонах. Я сказав, щоб отримати такий опыт якраз вже з старшими і більш умилими. Зачасту дуже больша пропасть між дітьми, які прийшли в п'ять лет тренироватися, і дітьми, які прийшли в восемь лет тренироватися. І на следующий год у них соревновання между собою практически – це уничтоження новичков, скажем так. На таких турнирах компромисов в борьбе нет. Все, що показував тренер, нужно применить против соперника. А напротив стоит такой же человек. Представьте, що случалось, коли вони сходились вместе. 12-летний Ігор Рыбак приїхав на турнір із Торецка Донецької області і боролся в категории до 53 кг. Подопечний Наталья Еникетенко занимається борьбою 6 лет, і в битве за харьковське золото получил синяк под глазом і вожделенную медаль. Второе компенсировало первое. Я только что проходил на ковре «Б» фінал. І именно в этом фінале я выиграл 8-0, але получил небольшое повреждення. Але це борьба травматична і віцкорта. Тренер подсказував, що, во-первых, це не треба бояться, то есть треба йти вперед. І то есть, не смотря ні на що, атакувати, тому що лучшая защита – це нападення. Я всегда слушаю своєї тренера, і це приносить плоди. Боролись на турнірі і дівочці, їх було гораздо менше, зато і внімання от сильной половини вони получили максимальне. Впрочем, хто ж їх-то слабыми назовет? Даже от таких маленьких, як Віолетта Рапий. Борьбою она займається совсем недавно, і единственну встречу віграла з техніческим преимуществом 12-2. Говорить, що використовала не тільки те приеми, котрим учит тренер Віталій Коваленко, но і сама кое-что придумала. Тренер почти подсказыває всі такі тяжелі ситуації, і він мені подсказыває, як витисну. Тому що займалася боротьбою? Мені подобається, що там дуже багато дітей, ми розмовляємо, ми там учим нові приеми, йдемо на сорівнованнях. Але мені підходить. Це є такі дівчі, які люблять ходити на боротьбу, і вони люблять таке все, що такі спортивні, але вони ходять на боротьбу. Делегація із Торецка приїхала немалая, і медалі увезла с собою прилично. Видно, що в городі дело поставлено, є желаючі і тренироваться, і тренировать. Але зачем тренироваться, якщо непонятно, куди применять знання і умення? Правильно, нужно завоєвувати медалі на турнірах. Але проблема в тому, що детських турніров як раз немага, даже в Харкові, не говоря о містах боєвих дійстві. Зимні игры і з цієї точки зрення, кстати. Тренери общаются, спортсмены борються, родители отдыхають. Борці – це такий народ, який завжди іщить нових соперників. І ми всіх соперників в Донецькій області, в принципі, знаємо. На сьогоднішній день проявляється інтерес, як розвивається боротьба в Харкові. І дуже приємно, що нашлись люди, які організували цей турнір, і пригласили всіх желаючих. Ми, взагалі, знаходимо на ліній розграничення. І в нас, звісно, дуже мало таких соперників, з котрими ми хотіли б, будем говорити, зсовершенствувати свою техніку борьбы. Представители організаторів турніра теж собрали солідну наградну колекцію. Победителями от клуба «Адреналин» стали Владислав Столяров, Артем Пестренка і Діана Кулыгина. Серебро на счету Ангелины Линник, Кирилла Шевченка і Данила Сорокі. Владислав Сытник занял 3-е місце. Во время заседания исполкома Федерации легкой атлетики Украины был утвержден состав сборной команды для участия в международной юношеской матчевой встрече сборных Беларуси, Франции, Турции и Украины. Он пройдет с 5 по 7 марта в Стамбуле. Харковскую область представят спортсменки из 1-го государственного училища физической культуры. При гуне с 6-м Татьяна Гамора и многоборка Анастасия Матузда. Также в составе делегации тренер Виктор Шевцов. Харковское государственное высшее училище физической культуры продолжает традицию определения лучших спортсменов месяца. За январь внутреннюю, но почетную награду на торжественной линейке получала ученица отделения легкой атлетики Татьяна Гамора. Ученица Виктора Шевцова прыгает с 6-м и на юношеском чемпионате Украины победила с личным рекордом 3 метра 70 сантиметров. Это лучшие мои соревнования, подготовка, потому что почти не отдыхала на каникулах, приехала сюда за неделю до учебы, почти не отдыхала, дома постоянно занималась, по две тренировки в день, очень плотный график, тяжело было. Вторая приятная миссия проводы на юношеский олимпийский фестиваль по зимним видам спорта в Сараево ученица отделения велоспорта Татьяны Зарванской. Именно в этом возрасте она является одним из лидеров скоростного бега на коньках, но место в официальной делегации получила не без доли везения, а как в спорте без него. К отбору я оказалась не готова, должны были ехать вместо меня другие две девочки. Я решила тренироваться, готовиться к чемпионату Украины, который пройдет 20-22 февраля в Харькове. Получилось так, что на ЕМОФ нужно проходить медобследование. Одна девочка его не смогла пройти, ей не дали допуск, и я еду вместо нее. Также в рамках мероприятия чемпиону молодежной Европы под Хэквондо прошлого года Василию Котяшу вручили удостоверение мастера спорта международного класса почти накануне дня рождения, с которым я Василия искренне поздравляю. И не только с этим, еще и с тем, что ребята учатся в отличном заведении, где можно планомерно совмещать учебу и спорт, который дает поводы гордиться всей стране. Мы стараемся не подвести, стараемся плотно работать сотрудничать с администрацией, выполнять эти задачи. И хотелось, чтобы то, что перед нами стоит, то, что для нас делает область администрации, чтобы мы могли это своими победами, своими достижениями проявлять и прославлять нашу область, наше училище. Поэтому и важны такие мероприятия, где мы встречаемся, где мы нарождаем лучше, где мы поощряем. Мероприятие прошло в рамках работы, направленной на ознакомление учащихся с олимпийскими идеалами и ценностями. В теннисном клубе «Уникорт» отметили вторую годовщину со дня смерти легендарного харьковского волейболиста Юрия Паяркова. Он скончался два года назад в день своего рождения. На открытии памятника друзья и родственники решили, что впредь, 10 февраля, будут отмечать именно день рождения Юрия Михайловича. В последние годы он был почетным президентом клуба «Уникорта» в спортивной карьере, дважды выигрывал Олимпийские игры, также чемпионаты мира и Европы. В сборной играл на позиции связующего, в первом в мире придумал и реализовал волейбольную подачу сверху, за что получил прозвище «Человек-катапульта». За большие спортивные достижения имя Юрия Паяркова внесено в Книгу рекордов Гиннеса. За его порядочность и аристократические манеры его называли князем. В этом и идея памятника. Он выполнен в виде бюста, напоминающего короля или римского императора. Памятный бюст открыли жена и дочь Юрия Паяркова. Автор проекта Александр Демченко. Творением его рук является памятник Владимиру Высоцкому возле Харьковского скалодрома «Вертикаль». Перед открытием гости посмотрели биографический фильм о жизни легенды волейбола. В этом фильме мы постарались рассказать вам о харьковчанине, который живет рядом с нами, в нашем городе. Юрий Паярков – это живая легенда. Великий спортсмен, слава которого в мировом волейболе была адекватна славе короля футбола Пеле. Князь. Король. В Киеве прошел юниорский чемпионат страны по фигурному катанию. Харьковская танцевальная пара Дарья Попова-Владимир Беликов стала победителем с суммой баллов 156 и 64 сотые. София Лизагуб и Даниил Ефременко завоевали бронзовую медаль, а в одиночном катании третьим стал Михаил Лейба. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова